Сразу говорим, наша гостеприимность никуда не делась. Делегация из Узбекистана после матчей в Минске благодарила АБФФ за организацию этого сбора. А мы в ответ благодарим соперников из Центральной Азии за прекрасный опыт. И не смотрите насчет двух матчей, просто не было. Хотя в первой игре из-за погоды обеим командам пришлось переносить матч в манеж, зато в прошедший вторник помогло натуральное покрытие. Или все же нет? Вы знаете, нет, все-таки не все получалось. То, что мы планировали. И соперник чуть по-другому сегодня выглядел. Все-таки разобрали и нашу игру, посмотрели. Поэтому, к сожалению, пока на то, что помню, проваливали в середине, прессинг не получался. Поэтому не скажу, что все хорошо, наверное, кроме счета. Первую игру мы провели достаточно лучше, чем эту. Но все равно в целом добились победы. Слава Богу, это придает уверенности нашей команде. Поэтому на положительной ноте закончили сбор и двигаемся дальше. Да, в этот раз белорусские сразу же начали создавать проблемы с соперницей. Одной из главных звездочек на поле ожидаемо стала Анастасия Ковалева. Эта футболистка уже вызывалась в национальную сборную, а теперь показывала скилл с девчонками помладше. Пусть и не получилось сыграть в первом матче. Я не знаю, как там было. Ну, если посмотреть, то сегодня во втором тайме немного потели. Там уже были в наши ворота атаки. И выходили через длинные. Настя пока еще скромничает. Пусть и оформила 1 плюс 1 по системе гол плюс пас. Но ничего. Работа на камеру тоже придет. А пока обратимся к экспертам. Хотелось бы и мнение со стороны о нашей молодежной сборной. Ну, мы планировали сегодня строить игру на контроле мяча. Мы старались все разыгрывать. В итоге получилось много ошибок у нас. Белорусские сегодня были быстрее, они накрывали нас. Но, тем не менее, мы не отходили от своего плана, чтобы пытались отработать это под прессингом. Получили за свои ошибки, немного зевнули и получили вот такую разницу. Главному тренеру узбечек уже на 25-й минуте пришлось делать перестановки на поле. Отчего же так? Мы видели то, что давление идет на наш левый край. Из-за этого она теряла позицию, проигрывала скорости белорусской своей сопернице. Поэтому решили освежить ее. После первой игры у нее тоже были немножко травмы, микротравмы были. Они, возможно, тоже сказались на ее физическом состоянии. В отличие от экспрессивного панова, Владимир Шиндиков вел себя достаточно сдержанно. Девочки делали результат, и тренер не хотел им мешать. Или же это для того, чтобы поберечь эмоции на чемпионат? Вы знаете, все-таки я после первой игры понимал, что наши девчонки сильнее во всех фазах игры. Поэтому я был спокойный и уверен в них. Да, один из наших чуть были такие промежутки, где не все получалось. Но мы контролировали ход игры, могли, конечно, еще забивать. Плюс мы, наверное, здесь чуть-чуть старше. Как я понимал, мы чуть-чуть старше, поэтому я был за них спокойный и уверен. 6-1. Счет неприятный для команды из Узбекистана, но мы продолжаем вести одинаковую политику в отношении любой команды. Можно найти позитив в разных ситуациях. Благодарим соперника и пробуем улыбнуться даже после поражения. Хорошее я могу отметить то, что наши девочки на год младше белорусской команды. И тем не менее, они показывали борьбу, пытались. У нас тоже были моменты, к сожалению, мы не смогли реализовать. Даже в первом тайме у нас были неплохие моменты. Но, тем не менее, было трудно, но мы старались как могли. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...